всем привет сегодня у меня на обзоре одни из двух наушников от аэмар которые приехали ко мне незадолго до конца прошлого года на самом деле по честному очередь до них еще не должна была дойти но подозреваю что если бы я не выпустил хотя бы один из двух обзоров то обитатели и мэровского чатика фан-клуба начали бы искать мой адрес для свершения расправы поэтому скажем эмар пошли чуть-чуть вне очереди но поскольку не потянуть резину и не создать интригу было выше моих сил то начнем мы с модели пи би 2 или private bill 2 ну а сэмпер еще оставим немного на потом ну а даже тянуть интерес на то чтобы начать пи би 2 есть две причины во первых я всегда предпочитаю оставить сладкое на потом а во-вторых пи би 2 еще есть в наличии на сайте аэмар или и мр как их вообще логичнее называть потому ну пока скажем так по камере они есть на тот момент когда я и записываю этот обзор не факт что к моменту выхода они еще будут потому что их сделано было всего 50 экземпляров по утверждению разработчика поэтому видимо кто-то отказался от своих экземпляров но посмотрим может быть если вы послушать этот обзор и решите их заказать мне еще будут доступны на самом деле сейчас на сайте мр есть всего две модели новые от и в принципе от и на них самая такая долгоиграющая моделька которая постоянно есть только обновляется и вот эти вот пи би 2 все остальное распродано и в целом ждем каких-то новинок вообще у аэмар подход что называется бутиковый все партии ограниченными тиражами в основном без перевыпусков и это делает их интереснее стоимость сегодняшней модели составляет 800 фунтов если смотреть на как сказать на ритейл цену но думаю многие знают что для постоянных покупателей есть коды на скидки и а может быть и на анти скидки но те кто покупал наушники получают эти коды по почте ну а если вам надо то ищите скажем по форумам и чатиком думаю там кто-нибудь с вами поделится может быть поэтому пи би 2 я вообще изначально хотел пропустить так получилось что пи би 1 я пропустил пи би 2 хотел тоже потому что я предзаказал semper как модель старшую гибриды с четырьмя типами излучателей но потом немного подумав и почитав описание пи би вторых я решил что они могут подойти мне пригодится так сказать в коллекции содержащие почти все модели и мар потому что тут используется планар для средних частот 12 миллиметровый динамик всего лишь 9 миллиметровый и это и два электростата на каждое ухо поэтому и плюс плюс к этому был обещан максимально нейтральный звук насколько это возможно для аэмар в общем о звуке чуть чуть позже а анекдот дня сегодня такой дай человеку рыбу и он будет сыт один день дай человеку 2 рыбы на следующий день он разогреет ее в офисной микроволновке упаковка стандартная для и мр аэмар такой вот кейсик удобный с ручкой для ношения конечно же для ежедневного хранения наушников где-нибудь в рюкзаке он подходит мало но чехольчик прикупить какой-нибудь мелкий к ним проблем не составляет у меня к ним шел еще третий кабель с пентаконовским коннектором я не знаю то ли это временная была акция то ли это дополнительный элемент в комплекте поставки но многие судя по всему его получили так что наверное это было задумано внутри кейса есть краткая инструкция тут добавили описание фильтров и плюс даже неслыханное дело несколько рекомендаций по фильтрам по моему на следующей страничке какие варианты можно сразу накрутить но про это тоже поговорим потом комплект поставки знаком тем кто и мр хоть раз видел четыре пары силиконовых насадок пара двух фланцевых силиконок две пары пенок запасные время как не запасные а сменные вот эти вот пор порты порты вот эти вентиляционные то есть их можно сделать более открытыми либо же более закрытыми зависимости от ваших предпочтений в звуке адаптер на 6 и 3 миллиметра набор фильтров для тюнинга звука 6 для верхних частот 8 для нижних частот то есть не буду буду или не буду его поддается значит буду выковыривать то есть вот шесть фильтров для в че и 8 для н ч ну и естественно еще фильтры накручены на сами наушники также два набора два провода ну получается их всего три обычный трех с половиной миллиметровый вот он двух с половиной миллиметровый и еще пентаконовский который шел отдельно прищепочка к каждому проводу идет кожаная такая полоска для его организации ну и конечно же конечно же сами наушники поэтому без них никуда в общем как видите комплект поставки как минимум обширен а пожалуй заслуживает слов типа огромен внушителен какие там еще есть синонимы можете писать в комментариях ну и собственно сами наушники по дизайну и внешнему виду выглядят вот так форма корпуса такая же как последнее время используют аймар и мр но они стали толще то есть pb2 и semper они стали крупнее но просто чтобы разместить внутри все необходимые излучатели судя по отзывам в интернете садятся они далеко не всем но я с ними ни малейших проблем не испытываю у меня посадка комфортная в мое ухо может быть они у меня просто уже уши натренированные может быть просто по форме подходят но тут надо учитывать что никак не гарантирует вам посадки носятся они здорово конечно не выступают из ушей довольно заметно из-за толщины но я думаю что вряд ли какого-нибудь матерого аудиофила это может смутить собраны прекрасно шикарный уровень работы с металлом все гладенькая комфортная и так далее но подозреваю кстати что в этом году все таки они будут пересматривать дизайн шеллах но посмотрим тут отвинчиваются вот эти вот порты резьба сделана очень качественно добавили тут защитную сеточку внутри везде есть уплотнительные резиновые кольца которые обеспечивают максимально надежное закручивание внешне и вот эта окантовка тут сделано красивого очень синего цвета похоже на новые от и но у от и он чуть более фиолетовый по оттенку и вот система тюнинга можно свинтить верхний фильтр поменять его он отвечает за верх средние и верхние частоты за половину средних частот и за верхние и можно сам сам вот этот звуковод вывинтить то есть и даже по заглядывать внутрь излучателя смысле наушника что там находится тут тоже аккуратная резьба уплотнительной резиночки все сделано весьма красиво звукоизоляция выше среднего тут и крупный корпус наушника и достаточно глубоко заходящий в ухо звуковод поэтому отсекает внешний шум неплохо для меня посадка комфортная ну а для всех остальных тут кому как повезет провод сделан сменным используются двух пиновые коннекторы у фирменного штатного провода есть выступ который обеспечивает правильную полярность но на самом деле подойдут и обычные провода без вот этих вот без вы без выступа главное чтобы были длинные пины не утоплены потому что гнезда находятся глубоко сразу отмечу что еще один встречный но одна встречная мною жалоба в интернете это то что коннекторы садятся не туго у меня они очень надежно фиксируются очень тугая посадка самих этих проводов комплектный провод традиционный для эмар есть заушины но без эффекта памяти сам провод средний по твердости в целом микрофонный эффект выражен слабо твердеет на холоде мало выглядит достаточно необычно вот такой вот плетеный внутри изоляции разветвитель и дальше он просто идет переплетенный до углового штекера в общем хороший качественный провод в общем-то подводя итоги по всему этому презентация дизайн все выглядит здорово ну а с посадкой тут кому как повезет ну и конечно же о звуке сначала несколько необходимых предисловий я их практически в каждом обзоре делаю но поскольку не все смотрят мои обзоры как какой-то увлекательный сериал а зря то буду повторять их практически в каждом обзоре на случай если человек смотрит это впервые краткое содержание предыдущих серий безусловно важно подобрать насадки которые обеспечат правильную изоляцию для меня подходят самые крупные вот эти силиконки но возможно вам придется еще поэкспериментировать на headfire допустим хвалят мандариновские симбио и rtips кроме того наушники требуют прогрева причем прогрева очень длительного причем в ходе этого самого прогрева они заметно вменяют звук многие в прогрев наушников не верят но а многие верят в прогрев слишком сильный прогревают вещи типа сетевого провода ну ладно это у в топик в общем тут наушники действительно меняют звук в ходе прогрева причем меняют его несколько раз в разную сторону и где-то только после 120 часов примерно они устаканиваются по звуку поэтому вы конечно можете начать их сразу слушать но не рекомендую тратить время на подбор фильтров насадок в смысле насадок можно а на подбор фильтров и тюнинг звука время тратить думаю нет смысла потому что спустя 120 часов они где-то они звук изменят поэтому придется потом перри подбирать фильтры еще раз так что придется потратить 120 часов и даже не помню кто там хорошо считает это где-то пять дней ну да это ровно пять дней то есть пять суток на их прогрев после этого уже заниматься подбором фильтров и еще рекомендую потратить время на под самостоятельный подбор фильтров форумы и чаты полны вопросов там кто какой какую комбинацию фильтров используют какая комбинация лучше но всячески рекомендую вам попробовать самому поэкспериментировать потратить на это пусть даже часов восемь какое-то заметное количество времени но это необходимая часть опыта с покупкой этих наушников потому что никто кроме вас не знает какая комбинация фильтров будет лучше для вас у меня допустим то что мне нравится она отличается от стандартных рекомендаций которые дают часто к этим наушникам я использую красную красные низкие частоты и черный верх многие эмэровские модели я тюнингую именно так но вот не все на самом деле но в данном случае этот вариант мне понравился и подошел но и возможны и другие варианты описание звука я буду делать именно для вот этого варианта кроме того я использую закрытый вариант тюнинга потому что он чуть-чуть уменьшает воображаемую сцену но при этом делает ее более собранные инструменты более как сказать более сконцентрированы неправильно наверное сказать ну скажем чуть менее размыты у краями у инструментов или у из воображаемых источников звука как это можно называть по-разному ну и конечно же возьмем плеер чтобы приводить примеры и поговорим о звуке после всех этих предисловий наконец-то по подаче это наверное самая необычная модель в модельном ряду аэмар и мр я не совсем согласен с теми отзывами которые допустим есть на хэдфайн но в целом эта модель очень серединоцентричная и она наименее v-образная наименее веселая скажем потому что обычно и мэровский тюнинг он эмоциональный с подчеркнутым большим басом и так далее то есть это вот как бы антипод в ходе их тюнинга постарались сделать их серединоцентричными и это получилось и это в общем то то что я и ожидал на самом деле моя любимая модель и мр аэмар это ра и вот я ждал модельку который вот этот пьезоизлучаю пьезо простите планарный излучатель на средних частотах будет максимально подчеркнутый максимально проявлять себя но про это чуть позже низкие частоты тут очень немного акцентированы их тут меньше чем в других моделях аэмар даже с учетом тюнинга с помощью фильтров даже в самом бассивным бассистом варианте тут низких частот все равно меньше но в целом это и ожидаемо потому что динамик тут маленький 9 миллиметровый и плюс он оттюнингован больше в сторону скорости чем веса и массы при этом он обладает очень неплохой ударностью но он более техничный чем остальные динамики у аэмар он чуть суше звучит и чуть больше фокусирует вот эти мелкие нюансы поэтому он больше подходит для тех кто хочет такую более рафинированную подачу с большим фокусом на микро детали при этом это конечно все еще не арматура с точки зрения разрешения поэтому это динамик все таки остается динамиком и звучит чуть более органично глубина хорошая но не запредельная поэтому это тоже не модель для тех кому нужен максимально глубокий бас то есть эта модель для тех кому нужна техничность но при этом все таки нормально он уходит в глубину и в целом больше создан конечно такой бас для каких-то акустических инструментов для всяких рафинированных аудиофильских записей но при этом с электронной музыкой тоже показывает себя весьма неплохо и звучит достаточно приятно понятно что если у вас такой музыки в медиабиблиотеке максимум ну или много то вам наверное стоит посмотреть на опус миа или я не знаю сэмпер на атом другие модели у которых больше нче но если вы предпочитаете все таки техничные жанры и при этом иногда слушаете электронную музыку то в целом эти наушники звучат приятно у них есть раскатистость и мощность просто количественно тут баса меньше и опять же все зависит от этих вот крышек тут с вот этим закрытым вариантом баса получается немножечко побольше первый пример это дафт панк lose yourself to dance я пожалуй слишком часто использую этот трек последнее время но я ничего не могу сделать он отлично подходит манере подачи этих наушников плотная упругая такая интересная басовая линия и техничная середина с прекрасным вокалом который строит контраст к этому басу то есть это вот такая тот случай когда субъективные наушники хорошо подходят к треку и второй более ожидаемый более скажем подходящий этой модели трек это кейси абрамс и собственно а и альбом и трек называется и put a spell on you прекрасная работа с контрабасом и вот тут как раз слышно как он звучит слышно все вот эти вот мелкие нюансы резонанс и все остальное ну и плюс вокал неплохой достаточно поэтому наушники тоже звучат очень эффектно средние частоты акцентированные детальные с фокусом на микроконтрасте но благодаря тому что это не арматура а планар то получается скажем он и неплохой вес выдает поэтому получается более сбалансировано чем у типичные арматуры то есть арматурные наушники с таким фокусом на микроконтрасте звучали бы суше мониторнее и резче но тут правда тоже из-за фокуса на микроконтрасте они довольно агрессивно могут звучать если собственно запись агрессивная высокая требовательность к качеству записи потому что мелкие нюансы они достаточно неплохо так подсвечивают и выдают и при этом неплохая на самом деле макродинамика тоже то есть наушники которые могут и в микро и в макро в зависимости от того что необходимо эмоции они не сильно пытаются подкрашивать но вес распределение веса очень хорошие то есть арматуры иногда страдают от нехватки весомости не всем удается их оттюнинговать правильно тут с этим проблем не возникает в целом наушники очень серединоцентричные для тех кто любит именно подчеркнутую серединистую подачу воображаемая сцена заметно больше средней в глубину и в ширину ну но опять же зависит от вот этого от внешних крышек закрытыми она чуть чуть меньше но чуть более собранная и очерченная поэтому объем они строят в любом случае неплохо в качестве первого примера аэрион достаточно старый уже альбом с названием из нулей и единиц интересно как его называют правильно не читать вот это 0 1 0 1 и так далее но как всегда аэрион это прям сборная мира по хэви метал лучшие вокалисты и вокалистки прекрасные оркестровки интересная мелодия в общем чё я буду рассказывать и web of lies это шикарнейший дуэт одной из лучших вокалисток и хорошего вокалиста я думаю многие знают о ком я кто не знает воспользуйтесь гуглом и в целом красивая лиричная оркестровка это не тяжелый трек он более в балладном ключе выполнен поэтому даже если вы не любите тяжелый металл послушайте оцените хорошая красивая работа ну и собственно эти наушники отыгрывают его прекрасно благодаря середина центричности и более брутальный трек но тоже на самом деле интересно сочетающий тяжесть и мелодизм это дэн сванью или как вот это о с двумя точками читается как как общем читается фамилия одного из величайших продюсеров в истории тяжелого металла и достаточно неплохого музыканта и его проект moon tower в общем-то прекрасное соединение тяжести и мелодизма и много синтезатора но при этом достаточно тяжелая музыкальная гитарная часть вокал брутальный но при этом звучит все мелодично и эти наушники отыгрывают это все на очень хорошем уровне а глаз прям смотрит в душу так ну к средним частотам сейчас перейдем и по средним частотам их тут немало поэтому наушники все еще не для слабых душой в очи фобов да или как их называют людей чувствительных в че в толерантном обществе так ну ладно я шучу нельзя людей в чешей мить наушники не для тех кто чувствителен к в че но при этом они чуть менее агрессивно подают в че по сравнению с типичным аймаров ским тюнингом использующим пьезу ну и честно скажу мне вариант спи и за и нравится больше это субъективно но скажем если вам пьеза не нравилось вам хотелось немного менее агрессивной подачи то вот тут как раз вот эти вот электростаты которые перекрывают верхнюю середину и начальные в че они подойдут плюс тут немного ниже протяженность чем типично обеспечивает пьезоизлучатель но в целом благодаря тому что наушники в смысле электростаты очень техничные это не так заметно по просто скажем немного нет вот этой вот самых самых верхних в очи но они очень редко когда бывают нужны на самом деле по подаче этот типичные электростаты то есть детальные воздушные техничные но при этом не такие легковесные как арматуры на верхних частотах нормальная слоистость не такая крутая как с пьезой но нормально и при этом очень хорошее насыщение обертонами ну и разумеется разрешение реализм атаки с затуханиями все это тут имеется в общем там по отзывам многих с того же headfire многим чисто электростатические в че нравится даже больше чем с чем с пьезой но скажем я не в их числе но все равно в очень очень неплохие и в качестве первого примера для верхних частот мой любимый альбом классической музыки это дойче граммофоновская запись гетенбургского симфонического оркестра тут и увертюра восемьсот двенадцатого года и марш славянки ну и собственно половецкие пляски вот я не помню это из князя игоря или нет ладно не буду себя строить знатока классики но мелодия известная очень хороший хор тут хорошо записано разумеется и как и любая запись симфонического оркестра они она требовательна к верхним частотам потому что очень много чего уходит в в че и там нужна неплохая слоистость чтобы это все очень не свалить в одну кучу и у эти наушники с этим справляются в общем-то хорошо ну а чего еще ожидать то от электростатов я думаю что это тот результат который в целом никого не особо не удивит и еще один артист с двумя с двумя точками в названии киел оман я не знаю кстати я подозреваю что на самом деле тут это уже не скандинавская это скорее турецкая о с двумя точками хотя на самом деле надо бы погуглить но не так это важно не знаю как правильно его читать но от этого альбом не становится хуже это прекрасный джаз и основной частью конечно выступает вот этот вот хаммондовский орган но и остальные инструменты тут тоже не отстают кларнет ударные много чего уходят верхние частоты неплохо очень записано поэтому в принципе тут тоже есть чем нагрузить верхние частоты но наушники с этим справляются на хорошем уровне по источнику им не надо чего-то супер мощного тут 32 ома импеданса и в чувствительность не помню точно но средняя поэтому супер мощности им не надо но им нужно нужен хороший контроль чтобы раскрыть весь потенциал вот этих вот всех излучателей которые тут есть поэтому им нужен средний сегмент и выше то есть где-то от шанлинг м6 и туда вверх принципе вот как раз шанлингами мне очень нравится сочетание плюс еще достаточно приятное сочетание который мне понравилось это sky n6 2 но это субъективно понятно что можно и другие источники использовать ну а сравнение в этот раз будут краткие на самом деле очень реально кратки потому что модель мало похоже не только на другие там гибриды всякие там дуну фио и прочее 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 мало похоже на них она также достаточно мало похоже и на модели от аэмар она более серединоцентричная тут меньше баса и больше веса поэтому скажем они тут вот этим отличаются и немножечко по-другому подаются верхние частоты чуть менее агрессивно по сравнению с моделями с пьезой немного похоже на и дипи модель нос скажем с более техничной серединой из более проработанными верхними частотами то есть и дипи условно добавили электростат и получив интересный результат в общем-то моделька интересная но не похоже на все остальное в модельном ряду аэмар да и вообще мало на что похоже но вот для тех кто предпочитает именно такую серединоцентричную подачу и для тех у кого есть материал который такая подача подразумевает это может быть интересным вариантом так что думаю что повторички они еще будут бегать хотя и не так широко как допустим опус миа или новые аден но думаю что все мы с интересом ждем что же нового и мар аэмар выкатят в этом году спасибо за внимание